вы считаете что обычная питьевая вода поможет вам похудеть снизить вес ну в чем то конечно поможет но далеко не во всем о чем говорят давайте разберемся конечно я понимаю ваше желание сколько стоит кубометр воды при потребности в день вам рекомендую 2 литра вам хватит одного кубометра на 500 дней конечно нужно еще понимать качество этой воды если вам нужно больше информации подписывайтесь на мой канал скачка борис увидите эти видео посмотрите что это такое потому что не всякая вода приносит пользу для здоровья даже в таком количестве но знаете вода это не номер один снижение веса номер один это воздух это еще бесплатнее сегодня воздух счастье у всем бесплатный а там примерно 20 процентов кислорода а тот самый кислород попадая клеткам окисляет и белки и жиры и углеводы извлекает из них энергию для вашей активности и что получается у вас вес тает а работа появляется то что вы хотите в принципе не просто сбросить вес а еще и скажем так какую-то активность проявить все прекрасно вот кислород воздух это реально причем абсолютно бесплатно вода давайте разберемся да я понимаю по количеству молекул вода h2o молекулярный вес h18 по количеству молекул вашем организме вода на первом месте примерно 98 процентов около этого по весу немножко меньше при рождении это процентов 85 перед смертью примерно 45 это критическое обезвоживание ниже которого ну жизнь практически невозможных человек просто погибает от обезвоживания все остальные позиции между ними находится 85 при рождении 45 перед смертью человек среднего возраста хорошо развитой мышечной ткани там это процентов 75 вода человек с ожирением если из избыточный вес то процентов 65 вода то есть вы немножко ближе тем 45 процентов который куда не хочется хочется все-таки вернуться повыше поэтому вы добавляете воду чтобы наводнить свой организм да это все прекрасно но в случае если у вас есть ожирение у вас есть проблемы с сердцем какая-то миокардиогистрофия точно есть проблемы с сосудами проблемы с артериальным давлением неважно у вас в сд погиб по тоническому типу или вы уже переходите в гипертоническую болезнь как правило атерослероз сосудов при длительном ожирении присутствует сахар в крови повышается есть вероятность развития сахарного диабета то есть не самые простые ситуации в организме при избыточном весе вы когда на последний раз были на приеме врача сходите проверьте свой организм не только в зеркале диагноз себе поставьте у вас есть лишние килограммы проверьте анализы вам нужно знать какие пишите контакты увидите пишите обращайтесь не вопрос уже когда вы зайдете к врачу кардиологу скажете хочу пить два литра воды пью они почему-то вода в отеках вес как бы не не снижается врач кардиолог скажет вам сколько вам нужно пить в каких количествах и нужна ли вообще вам чистая вода потому что вы рискуете просто умереть вы сорвете себе сердце и сосуды все несущественно на каком весе вы это сделаете важно что эта ситуация часто плохо обратима или необратима волосы поэтому тут уже понимать где вода помогает снижать вес реально да вода это самое теплоемкое вещество и когда вы вносите воду в свой организм понятно на ее нагрев организм тратит много энергии поэтому появляется такое знаете вот желание побольше чтобы потерять вес и начну выпить воду похолоднее уже как бы вы не не старались а вода у вас испаряется при температуре примерно 40 градусов дали 30 градусов воды у вас на нагрев произошло немножечко вы что-то потеряли дали 20 о больше а 10 а 0 а лед поесть но тут возникает проблема потому что холодная вода проходя по горлу автоматически снижает иммунитет в органах дыхания можно обострить себе фармгит бронхит трахеет бронхит ну и любые соседние органы могут тоже пострадать поэтому тут не это не самый лучший способ употреблять воду в холодном виде да вы энергию реально теряете потому что куда деваться ваш организм взял воду одной температуры а удалил более теплую он потратил на это энергию снизили свой вес больше того организм обеспечивает для того чтобы удалить воду и взять ее всосать кровеносное русло тоже нужна энергия но тут если хватает энергии сердца и почек сердца перекачивать увеличенный объем жидкости а почек удалять лишнее количество воды тогда не вопрос если эти проблемы у вас есть не рискуйте если вы просыпаетесь утром у вас отечность лица к вечеру вы видите отечность на ногах или вам тяжело одеть обувь она стала вдруг тесной к вечеру говорит о том что ваш организм не очень хорошо управлять жидкостью и наводнять его очень большой большой риск где еще ошибка где вот не договаривают когда говорят вода очищает ваш организм до вопрос на сколько на пять процентов если вы просто пьете чистую воду чистая вода может очистить ваш организм аж на пять процентов остальные 95 процентов шлаков и токсинов вам важны вы хотите их оставить себе на память или все-таки вывести из своего организма тогда смотрите видео дальше я вам покажу принципиальную схему работы организма вот она очень простая табличка вот здесь клетка здесь идет обмен веществ здесь накапливаются жиры вот те самые которые вы хотите идти от которых хотите избавиться здесь сами ткани из которой идет питание клеток и продукты жизнедеятельности которые в клетках образуются проходят пытаясь выйти из вашего организма здесь находится кровь да она фактически связует все органы и системы а куда вы вливаете воду вот сюда в пищеварительную систему что получается вы сюда залили воду вода до попала в желудок если нет поноса уже у меня были такие варианты когда люди неумеренно использовали воду в своем рационе был просто поноса рейс не мог взять ее из пищеварительной системы куда девается вода она попадает вот сюда в кровь да все прекрасно на этом этапе и когда вы пьете воды больше чтобы видите вы видите увеличенный мочегонный эффект то есть вода попал в пищеварительную систему попала в кровь и при хороших почках и сердце уходит через почки уходит через мочевыделительную систему все прекрасно пьете воду в теплом виде видите еще и патагонный эффект вот вы железы они тут пониже находится на системе на табличке тут все нормально что вам рассказывают вам рассказывают что эта вода должна принести питательные вещества в клетку да если вы пьете воду абсолютно чистую дистиллированную воду что ваша вода принесет к клетке а ничего не нечего нести она пустая если вы пьете воду не дистиллированную то зависит от того химического состава который там есть так как обычная природная вода питьевая вода она не содержит органически связанных веществ если содержит органически связанных веществ она опасна для вашего здоровья уже различные органика которая попадает воду она очень серьезно ухудшает качество воды и и вкусовые и цветовые характеристики прозрачность нарушать сам но самое главное это не самое главное она опасна потому что любая органика попавшая воду это процесс гниения то есть вода с гнилью вот это органическая вода природного происхождения правда есть некоторые источники скажем вода труска ветская да там есть частично но и и приспособились использовать лечение но точечно не по жизни но не постоянно вы приезжаете в труска ветка сколько на две три четыре недели и все попили уехали дольше не стоит потому что тут могут быть проблемы могут быть нарушения что еще может ваша вода принести клетки то есть она попадает до всасывается попадает кровь теоретически должна прийти клетки если она имеет полезные вещества то есть я уже вам по-моему объяснил что обычная вода полезных веществ которые нужны клетки не несет как их добыть вот тут уже вы уходите от чистой воды вспоминаете что есть чай компот сок узвар суп каша это все разные способы обогатить воду полезными питательными веществами которые нужны в той самой клетке для обмена веществ и по отсутствию которых она не может активно работать а снижение работоспособности клеток это накопление избыточной массы понятно и ребенку я думаю когда вы хотите просто попить воду в расчете что какие-то питательные вещества каким-то образом попавшие в ваш организм могут дойти до клетки я вас прекрасно понимаю у меня возникает один такой простой вопрос когда же вы обеспечили себе правильное питание для того чтобы эти питательные вещества могла вот эта вода увеличенном объеме донести до клетки вы в этом направлении что-то делали так как правило ничего вы питаетесь как питались вам проще добавить просто в воду систему представляете какая ситуация едите вы пищу не самого лучшего состава добавили воду развели эту пищу вот эту химию занесли в клетку вопрос хорошо клетки будет работать на таком коктейле который вы для нее создали или может быть стоит все таки создать себе правильное питание и не просто воду внести в свой организм а другие ее источники когда вы будете знаете система есть для ленивых да можно сбалансировать питание полностью и добавить чистую воду в большом объеме а можно сделать два движения в одном можно использовать правильную воду в приготовлении пищи и не морочить себе голову а употребляя супчики компотики создавать условия чтобы вода уже имела полезные питательные вещества вы будете не из гнилых яблок варить компот из хорошей вы же будете не гнилые плоды шиповника использовать высушенные нормальные хорошего качества они растворят в воде свои питательные вещества и придут клетки на обмен веществ а тут образовались в активном обмене веществ шлаки те самые продукты жизнедеятельности которые с этой же водой в обратную сторону пойдут из вашего организма и пошло реальное очищение вашего организма и активация здесь обмена веществ на уровне клеток то есть омоложение вопрос вам нужно было вес сбросить или обмен веществ омолодить вы что хотите на стрелках весов чтобы вам стрелки весов показали меньшие показатели или уровень здоровья с вы хотите улучшить таким путем это две большие разницы если стрелки весов тогда есть проще способ найдите у меня там есть топ-10 лечения ожирения топ номер один заболевание холеры 15 килограмм в день пищевая токсика инфекция 35 килограмм в день потерь это вода это будет та самая вода которую вы хотите избавиться вопрос теряя воду вы подсушиваете клетку вы идете к тем 45 процентам содержание воды в организме при которых уже это содержание не совместима жизнью оно вам надо вы все-таки хотите здоровье получать или скажем так со стрелками весов баловаться если со стрелками весов баловаться да это не ко мне тогда пейте вот те самые два литра воды сутки и радуйтесь жизни если вы хотите улучшить уровень здоровья и реально похудеть реально снизить вес безопасно вы видите контакты можете обратиться потому что жировая ткань ваша она же не только жир и содержит начнут содержит растворимые в жирах вещества это пестициды гербициды канцерогены вы же взрослый человек вы же понимаете что пища наша вся к сожалению практически не лишена всего этого многообразия даже домашний огород которого вы выращиваете экологически чистым способом какие-то продукты питания от осадков чем вы поливаете вам дождь поливает непонятно откуда принесенную воду с растворенными там химическими веществами или вы из ближайшей речки берете или из колодца берете воду вы качество этой воды проверяли чем вы поливаете свои органически выращиваемые продукты то что вы не использовать никакой там химии внешне она уже давно там лежит в почве важно правильно готовить эти продукты питания чтобы эта химия не попадала в ваш организм на эти темы у меня полно видео так что если вы подписчик моего канала вам легко и просто будет в этом вопросе разобраться если еще не подписчик моего канала не вопрос подписаться легко и просто канал скачков борис подписались и смотрите видео для своего удовольствия и для своего здоровья самое главное потому что если вы будете неправильно использовать воду вас возникнут совершенно иные проблемы у вас токсины пойдут через почки в увеличенном количестве что вы обострите как минимум мужчины простатит обострят у женщин цистит обостряется с уритритом она вам надо вы думаете что эта система вам не нужна если будете использовать просто питьевую воду с непонятным солевым составом не выделят почки полетят суставы обмен на дистрофические заболевания суставы легко и просто просто на увеличенном количестве воды все просто если вы будете снижать вес без режима питания без правильного режима питания вот те самые канцерогены растворенные в жирах месяц с отработанным холестерином забивает печи у вас легко и просто развивается жировой гепатоз не такая книжка не вообще их пол сотни знаете тут могу как факир вам доставать одну за другой и показывать самое печальное в том что вы здоровье для здоровья уже немного действий совершать но правильных действий правильность и правильным сочетанием правильным последовательствием тогда ваше здоровье будет укрепляться а вес будете регулировать по своему усмотрению захотели набрали захотели сбросили несколько килограмм для этого нужно просто-напросто поменять местами несколько продуктов питания сделать их определенные сочетания тогда вы будете либо набирать вес либо снижать то есть регулировать по своему усмотрению будете понимать что вы изменили в своем образе жизни и то чтобы вес набирался как бы сам самопроизвольно и что нужно сделать чтобы он снижался или наоборот тут вы сами будете управлять своим здоровьем и своим весом а это видео я буду заканчивать надеюсь вы понимаете что такое простое средство как обычная вода это дешево на входе но очень дорого на выходе из вашего организма потому что обостриться может куча проблем начиная с сердечно-сосудистой системы и кончая в более отдаленной перспективе онкологии потому что канцерогены когда они молча и спокойно лежат в жировой ткани то могут 200 лет пролежать ничего не будет жировик образуется доброкачественный опухоль жировой ткани а вот когда они выйдут системную циркуляцию выйдут кровь здесь любое заболевание в зависимости от активности что вы нагрузите в период такого неправильного снижения веса онкология в такой системе или в таком органе вас может возникнуть правда с интервалом 10 12-15 лет именно столько нужно для того чтобы онкоклетки выросли и появилась клинически значимая опухоль размером пол сантиметра всего которую только здесь можно увидеть будете ходить носить на себе найти вот эту ситуацию то есть будет онкология не будет онкологии займитесь правильным питанием и употребляйте правильную воду в своем рационе и тогда у вас не будет проблем ни с тем ни с другим а здоровье будет крепко и надежно я подумаю какое еще видео написать а вам желаю крепкого здоровья и разумного к нему отношения